Но в целом, с годами, массовое знание истории Великой Отечественной, этого поистине поворотного весь пункта нашей истории, стало действительно желать лучшего. Конечно, слава богу, что 9 мая вновь будет шествие Бессмертный полк, но, конечно, тот же ЕГЭ, не сам принцип, а то, как он был выстроен, наделал много бед. Ну и вот как раз сегодня добровольный общероссийский тест на знание Великой Отечественной. О том, для кого эта задумка, а также с результатами нашего собственного опроса молодых людей на улицах Москвы. Дмитрий Хрусталев. Этот опрос мы провели на одной из центральных площадей столицы в преддверии Дня Победы. Три простых вопроса на знание истории Великой Отечественной для большинства оказались совсем непростые. А что же на тесте? Вопросы на тесте были и такие, на какие раньше ответил бы любой советский школьник. Например, в каком городе находится Мамаев курган. И такие, над которыми надо задуматься. Автор заданий, преподаватель МГУ, историк Андрей Шадрин, говорит, главная идея акции — пропаганда истории. Вопросы составлены не просто там, в каком году что-то произошло и так далее, да, а там даётся какая-то коротенькая, очень коротенькая историческая справка. Факты, которые приводятся, они, на мой взгляд, должны, наверное, пробудить интерес хотя бы вот к этим событиям. Подтолкнуть человека, например, там, залезть в Википедию или куда-нибудь в книжку какую-нибудь, почитать. На 30 вопросов участники должны были ответить ровно за 30 минут. Причём сдать непростой тест решили не только школьники и студенты, но и многие преподаватели, депутаты и известные люди. У меня мой прадед воевал, он был призван в 41-м году. И, к сожалению, не дошёл до конца войны, умер под Кенигсбергом в госпитале. Верхозен и Кентий Михайлович. То есть это общая история, но она история каждого, очень частая, и у каждого есть корни. Но, конечно, прежде всего на тесте ждали школьников и студентов. Чтобы ответить на эти вопросы, надо конкретно изучать историю Великой Отечественной войны. Я больше углублена в химию, в биологию, и поэтому историю я знаю только на таком базовом уровне. Поэтому тест для меня был, да, действительно сложным. В прошлом году в тесте приняло участие 236 тысяч человек. В этом, уверены организаторы, цифра будет значительно выше. Площадки организованы во всех крупных городах России. К тому же акцию проведут в 50 странах, а задания теста переведут на 6 языков. Мне очень нравится фильм «Жури здесь стихи». И это именно рассказывает о Второй мировой войне. Поэтому это, как я начала изучать этот язык, и как я начала интересуюсь русской историей, русской культурой. Проверить свои знания любой желающий сможет, пройдя тест в интернете. Итоги подведут уже в мае. Средний результат в прошлом году составил 17 баллов из 30 возможных. Есть над чем работать и задуматься. Дмитрий Хрусталев. Вести в субботу.